Диагностика Июль 1991 года. Областной дом профсоюзов. Вавилонская башня бесчисленных организаций открывает двери уже в новом качестве. Теперь это региональный диагностический центр. Первая ласточка в ряду медучреждений нового типа. Открылась дверь, вошел поток народа. И надо было его встречать, провожать, отводить к врачам. Причем сначала даже некоторые пришли без направлений с улицы. Да, волновались, конечно. Но зато был хороший солнечный день, было тепло. Все были радостные. Лето 2016. Областной консультативно-диагностический центр. Признанный флагман регионального здравоохранения. 13 отделений с современным оборудованием. Высокопрофессиональные специалисты. Глубокая информатизация всех процессов. Амбициозные планы развития. Четверть века назад ничего кроме амбиций у создателей нового центра не было. Готовился проект постановления правительства страны, где предполагалось на 5 лет расписать в каком регионе, в какие сроки будут открываться диагностические центры. И вот тогда нам удалось убедить наше руководство и подготовить документы в Москву о том, что мы готовы открыть его в 1991 году. Одновременно с Воронежским готовились к открытию еще дюжины региональных диагностических центров. А в перспективе они должны были появиться в каждом регионе страны. Из-за распада СССР поставки оборудования застопорились. И треть диагностических центров так и не открылась. Воронежскому повезло. Он успел получить аппаратуру. Но чтобы ее установить и соблюсти медицинские стандарты, здание пришлось сильно переделывать. В том числе и силами сотрудников. Кстати, набор будущих специалистов начался задолго до открытия центра. Всех заведующих набирали по конкурсу, что в те годы было, в общем-то, из ряда вон выходящих. Всех брали по знакомству, по там, по статусу и так далее. А здесь брали именно тех профессионалов, которые могли поднять всю эту махину. Нина Никитина до создания Воронежского центра успела поработать за рубежом с современнейшим на тот момент оборудованием. Поэтому в диагностический центр пришла создавать лабораторию с четким планом, как это сделать на высшем уровне. Сейчас, спустя годы после ее ухода, те изначальные стандарты не снизились. Интегра моя такая же работает. Старая заведующая пришла в старую лабораторию. Старая заведующая в старую лабораторию. Валентин Несмеянов был одним из немногих руководителей, которых пригласили не по конкурсу, а персонально. Просто специалистов его профиля тогда в Воронеже не было. А создавал он здесь радиоизотопную службу. Я же столько техники у вас тут. Тогда у нас был один метроскоп и ЭВМ. А еще у нас дети очень любят, когда Надежда Дмитриевна проводит экскурсы на День защиты детей 1 июня, когда скелетики распечатывают. Все течет, все меняется. Прежние руководители отделов порой не могут разобраться, как работает их вотчина сейчас. Так, и что надо делать тут? Ветераны, которые проработали здесь долгие годы, встречают самый теплый прием. Даже если давным-давно покинули пост. Преемственность поколений и внимание к сотруднику. Визитная карточка областного диагностического центра. Мотивированный врач – это довольный пациент. Правило неизменно уже четверть века. Мы здесь, чтобы внести свой вклад в этот мир. Стив Джобс. Встать ранним утром, проверить сахар в крови, правильно позавтракать, сделать себе укол инсулина нужной дозировки. Именно так начинают День тысячи воронежцев с диабетом. Валентина Казмина дважды столкнулась с этим недугом. Заболел годовалый сын. А потом и она сама. С идеей помочь таким же больным родилась Воронежская общественная организация, которая впоследствии стала частью Общероссийской диабетической ассоциации. С диагностическим центром мы сразу же стали сотрудничать. Почему? Потому что здесь очень хорошая школа диабета. Вот эта цепочка врач, медсестра и пациент – это очень важно. Очень важно. Нам с ними всегда надо дружить. Диагностический центр одним из первых начал учить больных с сахарным диабетом повседневной жизни с этим недугом. Областной диабетологический центр – головная структура в Воронежской области по борьбе с диабетом. Он предоставляет пациентам полный комплекс медицинской помощи. Врачи-офтальмологи, которые занимаются проблемами глаз у больных с сахарным диабетом. Работает врач-нефролог, который оценивает риск и наличие осложнений со стороны почек. Работает врач-падиатор, который оценивает осложнение со стороны ног у больных с сахарным диабетом. И врачи-неврологи. Период становления диагностический центр сформулировал собственный кодекс сотрудника. Во главе угла – пациент. Врач должен быть коммуникабельным и неконфликтным. Набирали молодых до 35 лет с прицелом на долгую работу. Но при этом с достаточным опытом по специальности. Были разработаны стандарты и требования. А эффективность всех сотрудников оценивали в рамках специального рейтинга. Четкость, отзывчивость, внимательность к людям. Это у нас просто культивировалось. Если кто-то, не дай бог, что-то такое начнет эти принципы не соблюдать, конечно, очень строго спрашивали. Ну и главное, что отличало нас – душевность, теплота, внимательность к людям. Диагностический центр быстро вышел на проектную мощность. Но врачи из поликлиник направляли туда мало пациентов. Медики не сразу осознали появившиеся диагностические возможности. Не все умели и интерпретировать результаты новых методик. Просветительская работа заняла почти 5 лет. Центр издавал методические сборники. На базе медицинского института открылась кафедра инструментальных методов диагностики. Там начали массово готовить специалистов для работы на новой диагностической аппаратуре. В итоге за центром закрепилась роль учреждения, который берется за самые сложные случаи. Постоянно перед нами ставились задачи. У нас не было такого дня, что вот я бы шла на работу, я думала, ну что, вот можно бы опоздать немножко, там все нормально, все спокойно, там без меня нет. Нет. Постоянно что-то нужно было, что-то, что-то нужно было делать. И вот, и в результате всего этого, ну что, конечно, по крайней мере я, я всегда получала удовлетворение. Одним из первых в регионе диагностический центр полностью вел автоматическую систему управления. Тогда редкие врачи знали, что такое компьютер. Пришлось бить безграмотность на опережение. Уже к открытию центра полноценно работала электронная регистратура. Следом были автоматизированы протоколы обследований. Создаем программу, и когда уже врач приходит на это рабочее место, ну, может быть, менее квалифицированный, может быть, какой-то более сложный случай, он не готов. Программа сама ему подсказывает, по какому пути идти. И это же убыстряет, и плюс еще убыстряет, потому что писали протокольчики-то руками на бумагах. А то программа уже все сделала, да, нет, да, нет, заключение готово. Становление диагностического центра пришлось на тяжелые для всей страны времена. Учреждение было вынуждено буквально выживать. Не хватало денег даже на зарплаты и расходные материалы. Чтобы сохранить в полном объеме бесплатные услуги, пришлось развивать платные. Эти испытания центр достойно преодолел. Он всегда чутко реагировал на изменения в окружающем мире и оперативно корректировал стратегию. Недаром за свою историю он 11 раз был признан лучшим учреждением здравоохранения области. Центр сейчас, насколько я понимаю, очень серьезно видоизменяется. Он становится не только диагностическим, это у нас, мы тоже это проходили. Мы были клиникодиагностическим центром, он является и базой для подготовки специалистов. Здоровье – это главное жизненное благо. Януш Корчак В детстве поставлен диагноз «порог сердца». Тысячи людей продолжают жить, не задумываясь об этом недуге. Пока, может, уже в зрелом возрасте, старая болезнь снова громко не заявит о себе. На плановом обследовании в Воронежском диагностическом центре Валентина Прибыткова сама, к слову, медработник, получила срочное направление на операцию. В это время набирали, вот именно с моим заболеванием, трикоспидальный клапан, в Москве. Приехали иностранцы, им нужно вот именно с таким заболеванием, с редким. Они мне поставили тот же диагноз, точно как здесь был поставлен диагноз. И на операцию у меня. Мне операцию делали у Бакириаса. С тех пор прошло уже 9 лет. Жизнь Валентины Прибытковой, конечно, изменилась. У нее с тех пор много медицинских ограничений. Но оперативно поставленный диагноз эту жизнь, скорее всего, спас. Периодически Валентину Прибыткову обследуют в Бакулевском центре. Рекомендации столичных светил раз за разом совпадают с мнением воронежских диагностов. Всякое мастерство, искусство и знания берут начало в природе. Гиппократ. Новейшая история. Вокруг диагностического центра появляется масса частных клиник. Большинство из них возглавляют именно выпускники диагностического. При этом текучка кадров всегда была минимальной. Здесь царила жесткая дисциплина. Но специалистов мотивировали и материально, и морально. Для овладения каждой новой методикой посылали учиться у лучших – в столицу или за рубеж. В итоге даже бывшие вспоминают альма-матер с неизменной благодарностью. Я стал специалистом в достаточно высоком уровне. Приобрел огромный опыт и организаторской работы, и работы с персоналом. Я, собственно говоря, стал известен как состоявшийся специалист только после того, как я здесь проработал. Диагностический центр сейчас без преувеличений переживает очередной подъем. Этим летом открылся новый операционный блок в Центре амбулаторной хирургии. А это очень востребованное направление. Совсем недавно появился отдел управления качеством. Пациент должен быть довольным на всех уровнях взаимодействия. От сайта и регистратуры до анализов и приема у врача. На базе диагностического центра организованы централизованные лабораторные исследования для всех поликлиник города и области. Стали повседневной практикой исследования под наркозом. Даже диагностика порой бывает болезненной. Чтобы сделать комфортное состояние пациенту, в нашем диагностическом центре в последние три года мы занимаемся эндоскопией под наркозом. Так называемое состояние глубокого сна. Когда пациенту во время сна вводится эндоскоп и делаются различные манипуляции. Любое действие специалистов диагностического центра сопровождается созданием электронного документа. Так работает специальная информационно-медицинская система. Записаться на прием к врачу можно и в личном кабинете на сайте и через колл-центр. Руководители подразделений могут онлайн узнавать все, что происходит в каждом врачебном кабинете. Тесная информационная интеграция центра со всеми медучреждениями области и полный отказ от бумажного документа оборота на пороге. А вот электронная медицинская карта функционирует здесь уже с 2014 года. Она дает возможность врачу очень быстро, в процессе приема, познакомиться с медицинскими данными на своих пациентов. Своих пациентов сравнить, получить, как бы наблюдать динамику развития различных показателей. Сейчас в диагностическом центре очередная волна модернизации оборудования. Это за четверть века истории привычная практика. Но с недавних пор учреждение обратило внимание на удобство для пациентов и эстетику. Дело не только в фирменном стиле. Важен уход от больничной казенности. Вам бы понравилось обследоваться в томографе с видом на каменный мост? Если бы мы сделали все, что в наших силах, мы бы сами себе поразились. Томас Эдисон Иногда возникает вопрос, актуальны ли сегодня такие универсальные учреждения? Государственное здравоохранение в целом успешно модернизируется. В клиниках масса современного оборудования. Появился персонал, способный на нем работать. Однако все исследования делятся на простые, ЭКГ или рентген, и сложные, инвазивные, в том числе с применением контрастных препаратов. Простые исследования доступны почти во всех поликлиниках. Сложные – нет. В районных больницах доля сложных составляет всего 13%, а 87% – это рутинные исследования. То у нас в центре наоборот, диаметрально противоположно. У нас 87% – это сложные. Центр стал активнее использовать свой потенциал в масштабе всей Воронежской области. Два года назад здесь родилось новое подразделение – дистанционный областной центр охраны здоровья, который анализирует качество диспансеризации в районных поликлиниках области. Аналогов России нет. С 2015 года проводятся дистанционные расшифровки отдельных лучевых и функциональных исследований для районов, где есть дефицит врачей-диагностов. Дистанционная расшифровка всех функциональных методов дает возможность непрерывной работы аппаратуры по всей области. Кроме того, врачи функциональной диагностики имеют возможность прислать к нам с помощью дистанционной расшифровки наиболее сложные диагностические случаи, посоветоваться. По мнению медицинского сообщества, диагностический центр и сейчас флагман областного здравоохранения – ведущая диагностическая база в регионе. Мы постоянно обновляем диагностическое оборудование, внедряются новые методики. То есть вот такой же, скажем, вектор будет, я думаю, всегда, потому что сам уровень учреждения, флагмана в диагностической сфере, он останется, это просто будет обязательство, обязанность нашу быть всегда впереди. Свои библиотека, вузовская кафедра, автоматизированная система контроля качества, собственный отдел по ремонту и содержанию медицинского оборудования. Диагностический центр был и остается самодостаточным организмом. И отчасти поэтому он настолько эффективен. Традиции, самостоятельность, пациент во главе угла, инновации везде, где только можно. В мире медучреждений это рабочая формула долголетия. Редактор субтитров А.Семкин